Я вам покажу, что получилось, когда мне куплена шоколадка России, щедрая душа, 70% какао, 70%. Вот я вам покажу, что получилось, когда мы подожгли, а сейчас я вам покажу, как этот процесс вообще проходит. Отломите прямо, откроете? Открываем шоколадочку, 70%. Так, побольше, а то руки сожжем. И пытаемся... А вон какая, я думала, вообще что спалили. Это, кажется, Петя шоколад поджигал. Вот ведь ужас какой. Оно даже не капает. Оно даже не капает, оно даже не плачет. Слушайте, ну это катастрофа какая-то. А мы так любим шоколадки. А мы это жрем, а? Владимир Владимирович. Смотрите, спасибо Владимир Владимирович. Чем нас кормят. Да, чем вот нас кормят. Смотрите, это же ужас. А запах какой просто. Даже не капнет ничего. А если бы вон обожглась вся, а если бы вы знали, какая вонь идет, фу, это ужас. О, сияет ярким пламенем. Даже нигде масло нет. Даже какао, жиринки нигде. Вот смотрите. Слушайте. Сухое, сухое, она палена. Запомните это название и никогда не покупайте эту гадость. Чедрую душу. Пусть они жрут это сами. Сами. И травятся. Да, и депутатам надо. Угостить. Фу. Фу. Вот, посмотрите, что. Ой, ой. Сними вот эту гадость. Это ужас. Слушайте, это кошмар. Это кошмар. Это шклещие. Это такая вонь. Вы даже не представляете, какая вонь. Фу. Вы представляете, это мы едем. Ё-моё. Это катастрофа. Так это же свечка. Фу. Мягче плавится. Смотрите, что делается. Ну, свечку мы не кушаем. Смотрите, что делается. И это называется шоколад. Щедрая душа, 70% какао. Это кто ебил. Ну, что делать? Ну, это надо... А рис, вы видели пластмассовый рис? Рис? Рис пластмассовый. Нет, еще не видела. Сегодня я посмотрела программу по телевизору по поводу качества еды, которую мы сейчас употребляем. И была речь о рисе. О китайском пластмассовом рисе, который добрался и до российских магазинов. И была речь именно об этой марке. Хочу сейчас проверить. Вот она. Положила кошку немножко и подношу к огню. Посмотрим, что случится. Сейчас пока ложка разогревается, пока еще ничего не происходит. Ну, вроде бы на вид обычный, хороший рис. Рис, я когда выбирала, старалась покупать не самый дешевый, что называется. Ну, рисковать не хочется, конечно, своей жизнью, своим здоровьем из-за каких-то лишних 20-30 рублей. Ну, сейчас посмотрим, рискуем ли мы или что-то. Ну, я вот насколько могу наблюдать сейчас уже. Рис меняется. Он побелел. Вот, смотрите, он горит. Посмотрите, что происходит. Он горит. Реально синим пламенем. Боже мой, мне лично уже страшно. Капец, это же что ж такое у нас мы употребляем с едой. Посмотрите, он горит синим пламенем. Ужас, он хоть не взорвется сейчас? Вот, смотрите, пришел с работы, шел, значит, пока домой, зашел в Янту магазин, купил рис. Значит, начал его, ну, как правило, все это, промывать его. Так вот, уже где-то на седьмой промывке воды, да, смотрите, что получается. Вот, что получается. Вот, просто. Это как рис такой бывает вообще? Он пластиковый, блядь. Без всяких подстав, без ничего. Я голодный сейчас и злой, блядь. Это что такое, смотрите, вот рис, вот он рис. Вот я взял, и вот он стал пластиковый, блядь. На вкус вообще, никакого вкуса риса даже нету. Я еще не варил его, я только его промываю. Вот это как так? Такое бывает? Я должен сейчас свою семью кормить, что ли? Посмотрите, какая вода. Какой вот еще? Такое. Такое. Продолжение следует...